Хочу, друзья мои, поговорить с вами про качество детей. Эта тема сейчас в моей стране обсуждается из каждого утюга. И мне так грустно смотреть на все эти выступления, что я просто уже не могу молчать. Меня просто куча народу хоть просит высказаться. Причем, почему вы отмалчиваетесь, почему вы не сказали ничего. Сейчас скажу. Вот представьте себе, что мы произнесли некий термин. Ну, например, мы сказали человеку, что он кретин. Вот какой смысл вы вкладываете слово кретин? Ну, дурак, неумный и так далее. Вот вы должны понимать, что есть бытовое использование термина кретин. Ну, это некрасиво, нехорошо. А есть кретин как медицинский диагноз. Медицинский диагноз. Это абсолютно понятный каждому врачу термин. Кретинизм и, соответственно, болезнь. И кретин человек, у которого кретинизм. Это человек, у которого имеет место нарушение функции щитовидной железы. И в связи с этим возникла слабоумие. То есть человеку не хватает йода. У него плохо работает щитовидная железа. Как следствие, у него болезнь, которая называется кретинизм. К чему я все это говорю. Что одно и то же слово у специалиста и у обывателя может совершенно по-разному вызывать совершенно разные трактовки. Теперь давайте возьмем такое словосочетание качество ребенка. Вот я вас спрошу, у каждого из вас. Ребята, а что вы думаете вот про такое слово качество ребенка? И каждый из вас скажет, да что за бред? Какое качество ребенка? Да все дети прекрасны, да мы их всех любим. Как можно рассуждать вообще? То есть качественные дети мы сохраняем, некачественных уничтожаем. Да это чистый фашизм. Да что вы вообще приперлись? Да как вообще можно про такие вещи говорить? Качество детей. Да все дети прекрасные. А качественные они или некачественные, это не вам мерзавцам судить. Понятно? Вроде как. Все понятно. Так вот оказывается, что слово качество ребенка имеет совершенно другую трактовку. Не ту, которая в головах у обывателя. Сейчас я расскажу. Вопрос самый примитивный такой. Скажите пожалуйста, а много ли людей, которые сейчас орут по поводу качества детей, знают кто такой Гэри Беккер? Гэри Беккер. Кстати в этом году Гэри Беккеру исполнится 90 лет. Ну он умер в 2014 году, но Гэри Беккер в этом году нам бы не помешало в декабре месяце юбилей отметить. Гэри Беккер один из самых крутых, самых интересных, самых известных экономистов за все время существования человечества. Ни много ни мало лауреат Нобелевской премии в экономике. Уникальность того вклада, который в экономическую науку осуществил Гэри Беккер состоит в том, что он подошел к таким явлениям абсолютно бытовым или очень распространенным. Таким как создание семьи, рождение детей, расовая дискриминация, социальные льготы, старость, проблемы трудоустройства. Короче говоря, ко всем вот этим совершенно бытовым проблемам он подошел с точки зрения экономики, микроэкономики. То есть именно Гэри Беккер с позиции экономической теории, которую он прописал, причем книги у него, ну я вот то, что мне было доступно, то, что мне удалось посмотреть. Но это, правда, реально очень интересно, когда человек экономическими категориями рассуждает о совершенно обычных вещах. Для нас с вами обычных. Например, Гэри Беккер считает, что семья – это своеобразный вариант совместного предприятия. Когда встречаются двое людей, каждый со своим исходным капиталом, у них есть определенные цели по увеличению этого капитала, а каждый выполняет свои определенные функции. Эти люди, которые встречаются для того, чтобы жить вместе и удовлетворять потребности друг друга, руководствуясь экономическими критериями, принимают решение о том, сколько у них будет детей, вложение в детей, насколько экономически выгодно, кому вообще экономически выгоднее вкладывать. Сначала вкладывать в детей, и потом передать им наследство, или вкладывать в какой-то пенсионный фонд, чтобы не зависеть от детей. Тем более, что договор-то с ребенком невозможно, и в него надо вкладывать деньги уже сейчас, а каким он будет, когда вырастет, непонятно. Так вот, именно Гэри Беккер, еще раз говорю, величайший мозг, Нобелевский лауреат, именно Гэри Беккер предложил термин «качество ребенка». Что вкладывал в этот термин Гэри Беккер? Он говорил о том, что «качество ребенка» – это фактически такой экономический термин, это эквивалент средств, которые вложены в его здоровье и образование. То есть, вкладывая деньги в образ жизни, в образование, в здоровье, мы получаем детей высокого качества, не вкладывая, получаем детей низкого качества. Заметьте, к тому, о чем вы подумали, там, медицина, качественное-некачественное, с точки зрения, это вообще не имеет никакого отношения. Речь идет о целесообразности затрат. Причем, обратите внимание, под затратами денег, сплошь и рядом средств, подразумевается время взрослых. И вот сейчас, когда время взрослых очень ценится, когда люди в единицу времени зарабатывают достаточно много, люди не готовы иметь много детей и тратить на них много собственного времени. Это один из экономических вариантов, почему уменьшается рождаемость. Тем не менее, по экономической теории Герри Беккера, еще раз говорю, признанного во всем мире экономиста, Нобелевского лауреата, качество детей, это один из очень популярных терминов. И работы Герри Беккера, это фундамент, это классика. Фактически, для любого человека, который занимается экономикой, и работы Герри Беккера, это классика для любого человека, который занимается социальной политикой. Что-то непонятно? То есть, ну нельзя заниматься социальной политикой, серьезно. Нельзя вообще быть политиком, который отстаивает социальные интересы людей, не понимая, кто такой Герри Беккер и что такое качество детей, и вообще, какие экономические факторы влияют на существование базового института государства, которым является семья. Таким образом, когда человек... Блин, у меня прямо вот, аж колотит меня всего от вас всех. Когда человек, который ни много ни мало руководитель парламентского комитета по социальной политике, то есть, человек, который погружен в социальную тему, произносит фразу «качество детей». Для него фраза «качество детей» – это вообще базово. Это как для врача кретин. Он вкладывает в это диагноз. Понимаете? И вот этот человек произносит фразу. Я цитирую эту фразу. Послушайте, ребят, цитирую. Когда мы предоставляем деньги для ребенка, которого рожают не для того, чтобы предоставить ему равные права, а для того, чтобы получить материальную помощь, то мы получаем детей очень низкого качества. Позже они тоже садятся на государственные деньги. Послушайте, с точки зрения экономической теории Гарри Беккера, это классическая иллюстрация. Семья рожает ребенка не потому, что он нужен, а потому, что им хочется получить от государства деньги, которые оно выделяет на рождение ребенка, и эти деньги пропить. Конечно, если государство выделяет деньги, а эти деньги не в ребенка вкладываются, не в его здоровье, не в его образование, а в водку для папы или в сигареты для мамы, то мы получаем детей очень низкого качества. С точки зрения экономической теории, что тут непонятного, что тут неважно, что вообще тут может быть? Конечно, человек, который такую фразу произносит в публичной плоскости, совершает глубочайшую ошибку. Он-то думает, что все тоже читали, знают, кто такой Гарри Беккер, знакомый с экономической теорией, да? Ага, сейчас у нас политики открывают рты во всей стране и показывают, всему миру показывают, что вы ни хрена не знаете, вы базовых вещей, касающихся социальной политики, не знаете, знать не хотите, но вам надо, конечно же, воспользоваться любым сказанным словом для того, чтобы человека растоптать, унизить. Ну, собственно, для человека на это вам плевать, вам надо набрать свои собственные политические очки, чтобы унизить эту конкретную политическую силу. Я понятия не вел, кто такая Галина Третьякова, до того, как она это сказала. Ну, и что она вообще сказала? Но я тут что вижу, это четко я вижу. Я вижу, я в такой шкуре был, как она. Когда кто-то дает команду, кто-то и как свора всех бросается на одного человека, а человек совершает страшную ошибку, он пытается защищаться. Он как какой-то Джордана Бруно, понимаете? Он, это все-таки она вертится. Это не я сказал, это Гарри Беккер сказал. Я тут ни при чем. Что вы ко мне прицепились? Понимаете? Она вообще ничего не понимает. Что вы выстраиваете? Тут истерики, блин. И что самое главное, вот на чем я все-таки поймал себя на мысли, что я вот думаю об этом, ну, дня три-четыре. Вот я три-четыре дня, вот реально, я поделился со своими сотрудниками, мы обсудили эту тему, и я категорически отказывался записывать это видео. Категорически. Потому что как вы достали своим хейтом, своими попытками выяснять то, в чем вы ни хрена не понимаете, орать друг на друга, искать, ну, высосанные из пальца поводы для скандалов. Понимаете, мы уже дошли до того, что люди, вот я реально, я боюсь с вами со всеми связываться. Потому что большинство, сейчас, которые рот начнут открывать, что Комаровскому дали денег, чтобы он зеленых защищал, вы же даже не досмотрите до конца. Или вообще не просмотрите то, что вы сейчас максимум, что вам будет надо, вам будет надо прочитать название к этому видео. А потом вы все напишите кучу статей под названием Комаровский защищает Третьякову, он тоже за то, что детей низкого качества надо убивать. Это же вы сейчас напишите. Короче говоря, к сожалению, мы констатируем, что уровень политиков, уровень тех, кто должен заботиться о социальной политике, крайне низкий, если вы, простите, не знаете базовой экономической теории, а то, что вы довели всю страну до того, что экономисты, нормальные люди, боятся рот открыть, чтобы с вашим хайпом не связываться, с вашими оскорблениями наглыми, понимаете, это уже страшная беда страны, где на улицу нельзя выйти, рот открыть, чтобы не прибежали любители истины и правды. Нельзя, потому что морду набьют на улице, есть люди с монополией на правду и монополией руки распускать, понимаете, и в социальной сети нельзя сказать то, что ты думаешь, потому что вы, блин, свобода слова у вас, да каждое слово открывается 10 глоток. Делайте правильные выводы, не позволяйте собой манипулировать, учитесь прежде всего, учитесь, идите к первоисточникам. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok